Привет! Как я уже говорил, в некоторых роликах про линукс-дистрибутивы я сказал, что их просто огромное количество благодаря открытости драгну линукс и его компонентов. Есть дистрибутивы для новичков, для сетевых инженеров и для опытных юзеров, да и вообще для всех остальных. Выбор огромный, все на свой вкус и выбирай прям не хочу. И как раз благодаря этому к адекватным дистрибутивам по закону жизни появляются странные и в какой-то мере даже трешовые дистрибутивы гну линукс. И в этом видео мы рассмотрим несколько подобных дистрибутивов. Первым дистрибутивом линукс в этом обзоре будет Хана Монтана Линукс. Да, вы не ослышались, этот дистрибутив посвящен Хана Монтана, американскому телесериалу производства Disney про девочку-подростка, который живет двойной жизнью. Днем она обыкновенная школьница, а ночью известная поп-звезда. И я не могу понять, то ли этот дистрибутив сделан чисто поржать, или кто-то его реально сделал с серьезными намерениями, что этим будут пользоваться. Что ж, образ загрузочный и бут-меню выглядит вот так. Эмм, стоп, а так должно быть? Окей, ладно. Выбираем пункт установки системы, ожидаем полного его запуска, и после долгого черного экрана нас встречает установщик со сногсшибательной цветовой схемой. Ммм, мои глаза. Сам дистрибутив основан на Kubuntu 904, которая вышла в апреле 2009 года. Хотя, если подумать, то по сути везде встречается название Kubuntu, кроме загрузочного экрана и фона рабочего стола. И как я понимаю, это скорее всего можно назвать сборкой, нежели отдельным дистрибутивом. Ну, кто ж его знает. Этапы установки здесь абсолютно стандартные. Выбор языка, часовой пояс, раскладка клавиатуры, разметка диска и так далее. Итак, после установки нас встречает загрузочный экран системы, и позже видим уже сам рабочий стол. Стоп, 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 стоп. А почему звук приветствия из оригинального КДЕ? Я требую музыку изначально из заставки сериала. Я ради этого образ качал даже. Шо, это не канон. На рабочем столе мы видим маленькое окошко Desktop Folder, и внутри его значок жесткого диска с именем Hanna Montana Linux, который открывает менеджер файлов Dolphin и предоставляет нам доступ к файловой системе. Иконки, тема оформления, стилизованный фиолетовый цвет и имеет логотип одноименного сериала. На фоне рабочего стола показана главная героиня, и в углу также есть пингвин Торвальдса, или же логотип ядра Linux с прифотошопленным логотипом сериала на брюшке. Работает это все на оболочке KDE Plasma 4 и для Linux версии 2.6. Из стандартных приложений здесь имеется набор от KDE по типу торрент клиента, браузера, клиента электронной почты и так далее. Из сторонних приложений здесь менеджер файлов Dolphin, мессенджер Capet, просмотрщик документов Ocular, RSS читалка Aggregator и плеер Amarok. В общем, это для меня самый странный дистрибутив или же сборка Linux, который я вообще встречал в своей жизни. Раз уж на то пошло, может еще создать и Джастин Бибер Linux? А, уже даже такое есть. Ладно. А может быть еще Among Us Linux? Да вы издеваетесь! Следующий дистрибутив более интересен, чем предыдущий. Он основан на Fedora, был создан в России и был полностью доступен условно-бесплатно. Да, этот дистрибутив имел только пробный период в 30 дней и после окончания требовал лицензионный ключ, который в зависимости от редакции, а прошу заметить, редакции этой системы было вполне достаточно, стоил от 1200 до 7000 российских рублей. И то лицензия давалась не навсегда, а только на год. Этот дистрибутив бойкотировался большей частью сообщества пользователей Linux систем по причине отступления от принципов open source, нарушения лицензий, взимания платы за использование и распространения свободного ПО в составе дистрибутива, основанного на Fedora. И называется вся эта система Linux XP. Раньше у этого дистрибутива был свой официальный сайт, но сейчас он недоступен, что неудивительно, так как последняя версия была выпущена в 2010 году. Но в этом видео здесь мы рассмотрим версию от 2006 года, так как это самая распространенная версия этого дистрибутива. Версии 2008 и 2010 годов найти практически невозможно. Некоторые сайты недоступны, distrowatch и архив os.org дают скачать версию 2006 года. Я даже находил торрент файл с Linux XP 2008, но он попросту не работает. Никто не раздает. А всё почему? Да потому что... Да потому что этот проект был никому не нужен. Давайте всё-таки приступим к его обзору. Во время загрузки нас встречает плашка Linux XP с какими-то надписями, но они почему-то размыты и прочитать что-либо кроме слова Linux XP Desktop 2008 и слово Boot почти невозможно. Наверное и тут надо платить. Бегают строчки в консоли и нас встречает установщик системы. И я скажу, что установщик вполне себе приятного дизайна. Слева показываются подсказки, сочетание клавиш и объяснение того, что в этом этапе будет происходить. Дизайн кнопок, конечно, пародирует систему Windows, однако из названия самого дистрибутива становится понятно, что оно пытается пародировать тогда имеющую ошеломительный успех операционную систему Windows XP. А в целом этапы установки совершенно стандартные и заострять внимание на них, думаю, не имеет смысла. После установки и перезагрузки нас встречает рабочий стол. И опять же, почти полная пародия Windows XP, что забавно. Хотя, если подумать, то раньше много кто пытался повторить Windows по интерфейсу. Такая же зеленая кнопка пуск, цветовая схема окон и собственная тема оформления, реплика иконок в стиле Луна и в целом весь системный стиль пытается полностью быть похожим на Windows. С одной стороны, это неплохо, так как для начинающего пользователя, наоборот, было легче перейти на Linux с Windows. Но с другой стороны, зачем так пародировать-то? Ну, ладно, все-таки это не мне решать. Здесь по стандарту оболочка GNOME версии 2.8, а Hydro Linux версии 2.6.15. Во время установки системы нас не попросили создать учетную запись. И сейчас мы работаем от суперпользователя, то есть от Root. И насколько я знаю, это не очень хорошая идея. Суперпользователь имеет полные права на выполнение любых, без исключения операций, и полный административный доступ к вашей системе. Неосторожное использование Root прав может банально сломать вашу систему. И это не очень круто. Некоторые программы даже отказываются запускаться, если вы зашли под суперпользователем. Но идем дальше. Также в дистрибутиве идет Java. И он здесь не просто так. Оно необходимое для работы таких фирменных приложений, как свойства системы, менеджеры сетевых подключений и системы активаций. И все это опять же пародирует Windows XP. Даже окно создания соединения один в один. В Linux XP имеется собственная панель управления. Все аплеты отсортированы по группам а-ля интерфейс, устройства, пользователей, приложения и так далее. Также здесь имеется собственная программа обновления и скачивания приложений. Здесь из стандартных приложений имеется набор от Gnome. Файловые менеджеры на Utilus и Gnome Commander. Браузер Firefox, графический редактор Gimp и почтовый клиент Evolution. Офисного пакета я здесь не встретил. Больше я об этом дистрибутиве ничего сказать не могу, так как ничего такого специфичного здесь также не нашел. Поэтому идем дальше. Следующий дистрибутив вызвал неплохой резонанс в российском сегменте интернета. А Управление образования Нижнего Тагила постановило поставить новую ОС во всех школах города вместо Windows. А новой ОС был снят репортаж корреспондентами местного телеканала, где она представлялась бесплатной альтернативой Windows и демонстрировались преимущества этой ОС. Догадались, о какой ОС я говорю? Да, я говорю об Algenos, дистрибутиве Linux, созданном на тот момент школьником Денисом Поповым в 2009 году. О сколько он поразил обсуждений в интернетах. В одном только Хабре статья о системе собрала более 700 комментариев. Если кто не знает, то Хабр — это такой русскоязычный сайт в формате тематических коллективных блогов, созданный для публикации новостей, аналитических статей на тему интернета и IT. Так вот, собственно о дистрибутиве. Он основан на Ubuntu, работает на полочке GNOME с натянутой темой, которая слегка напоминает старые версии macOS. Программ здесь практически никаких нет. Также многие говорили о том, что практически во всех местах заменены копирайты, что является грубым нарушением лицензии GPL. Да, это действительно является грубым нарушением лицензии GPL. Но в конце программы установки и в терминальной команде UNAME ничего не изменено. Нам спокойно сообщают о том, что перед нами система Ubuntu версии 1004 2010 года выпуска. Имеются не скучные обои, но в количестве одной штуки. Однако они реально не скучные, чё-то после их просмотра сразу каким-то бодрым стал. Даже как-то удивительно. Рассматривать дальше этот дистрибутив не имеет смысла. Так как кроме переделанной Ubuntu с темой macOS и перебитыми копирайтами антивируса ClamAV, называвшейся в Балдженосе антивирусом Попова, он больше ничего в себе не содержит. Настало время для очередного дистрибутива. Этот дистрибутив родом из Бразилии и опять же повторяет Windows. Но зато какую Windows и как? Всё это творение именует себя как LinuxFX или же WindowsFX. Существует две версии дистрибутива – версия, повторяющая интерфейс Windows 10 и версия, которая повторяет недавно вышедшую Windows 11. Судя по информации с их официального сайта, каждая версия делится на две редакции – на бесплатную и профессиональную. Бесплатную можно скачать с официального сайта. Если такое было бы возможно, я нажимаю кнопку «Скачать» и меня тупо перенаправляют на главную страницу. Окей. Профессиональную версию нужно покупать, и стоит она 45 долларов. В платной версии, опять же, если опираться на информацию с официального сайта, содержится поддержка запуска Android-приложений и игр, поддержка Active Directory, голосового помощника и OneDrive. Бесплатной версией можно пользоваться только 30 дней, и потом её обязательно нужно активировать, купив ключ. Кажется, кое-кто передаёт привет. Хорошо, не будем томить и приступаем к тестированию. Только подключили образ к виртуальной машине и уже видим загрузочный экран системы. Он почти похож на экран загрузки Windows 11, кроме анимации колёсика с загрузки. Хотя ладно, он вообще не похож. После загрузки мы попадаем на рабочий стол, и оно… действительно похоже на Windows 11! Вот реально я сейчас на несколько секунд подумал, что это действительно настоящий Windows 11! Однако после того, как я начал всматриваться в интерфейс, я уже понял, что на Windows слегка не похоже. Система сейчас загружена в лайв-режиме, и перед нами сейчас стоит задача её установить. Минимальными требованиями для установки этой системы являются 2 ГБ оперативной памяти и 30 ГБ места на жёстком диске. А вот рекомендуемые похлеще – 4 ГБ АЗУ и 64 ГБ SSD накопителя. И причём, если твой компьютер не соответствует требованиям, то тебе дорога только на выход, а не продолжение установки. Вот что туда там накидали такого, что минимум нужно 30 ГБ свободного места. Окей, ладно. Программа установки, конечно, сделана красиво, мне её дизайн понравился, вполне себе стильно. Однако роль установщика системы выполняет программа Colomiers. Этапы установки, как во всех Linux-дистрибутивах, вполне стандартны. Язык, клавиатура, часовый пояс, имя, пароль и так далее. После установки всей настройки мы теперь можем вполне себе рассмотреть эту систему. Перед нами экран блокировки от KDE, который сильно пытались изменить в подстиле Windows. Окружением рабочего стола в этом дистрибутиве является, собственно, KDE. Вводим пароль, и мы видим в рабочий стол уже установленные системы. И сбоку уведомление о том, что мы используем пробную бесплатную версию системы. Пожалуйста, купите лицензию. Как я уже сказал ранее, дизайн этой системы пытается повторить дизайн Windows 11. И, как по мне, на первый взгляд получается неплохо, но если присмотреться детальнее, то видно, что это натянутая тема на KDE. А теперь перейдем к самому интересному, к входящим в комплект программам. В подставке системы идут стандартные приложения KDE, OnlyOffice с темой, напоминающей MS Office и ярлыки к интернет-версиям Microsoft Office, Google Chrome и Microsoft Edge, Teamweaver и AnyDesk, Microsoft Teams и Skype, Archivator Arc, Kodi, VLC, Zoom, Gimp, Steam, Spotify, Obje Studio, Antimicro и Vine. И еще много-много других программ. Но зачем? Разве сложно зайти в Discover на KDE и скачать нужное приложение оттуда? Лично мне нет. Подход к U4OS мне нравится больше. После установки он предлагает тебе выбрать конфигурацию установки. Минимальную, стандартную или максимальную. Но об этом я уже рассказывал в ролике про этот дистрибутив. Он есть на канале. И вообще, кто в здравом уме будет держать несколько программ, которые выполняют одну и ту же задачу? А, ну в принципе логично. Так называемое меню пуск также сделано в стиле Windows 11 и вполне правдоподобно. Но не без кривостей, конечно. В качестве менеджера файлов здесь выступает Dolphin, а консолью здесь является Microsoft PowerShell. Но внутри это приложение консол от KDE. В качестве голосового помощника здесь выступает какая-то Хеллоа. Честно сказать, я ее впервые здесь вижу вообще, поэтому ничего сказать о ней не могу. Также здесь есть фирменные приложения от этого дистрибутива по типу системных настроек. Они как раз и заменили стандартную панель управления KDE. Центр обновлений, окно активации и окно завершения работы. И все они, как уже несложно догадаться, повторяют Windows 11. Что я могу сказать об этом дистрибутиве? У меня почему-то вызывает это и легкий кринж, и слегка такой смех. В общем, какие-то смешанные впечатления. Ну а на этой ноте мы идем дальше и смотрим на последний дистрибутив в этом видео. И наконец последнее, что мы рассмотрим в данном видео, это PROS. Это как macOS, но только PROS. Это как яблоко, но это груша. Да, этот дистрибутив пародирует macOS, и причем максимально криво. Оно еще и лагает. Хотя объем АЗУ выставлен вполне приличный, 4 гигабайта. Это все основано на KDE Neon с натянутой темой, похожей на macOS. Оно просто кишит глюками и прочей кривотой. Не работает сеть, заблокирована команда apt-get-update. И как я уже говорил, оно тормозит даже при 4 гигабайтах оперативной памяти. Этот дистрибутив появился в 2011 году и был основан сначала на Ubuntu с оболочкой Gnome и с натянутой темой macOS. Позже дистрибутив был продан неизвестной компанией в 2014 году и вскоре был закрыт. Однако в 2020 году внезапно вышла новая версия дистрибутива, которая совершенно отличалась от предыдущих версий. Основой теперь стала не Ubuntu, а KDE Neon. Хотя и KDE Neon основана на Ubuntu, поэтому по сути ничего не меняется, даже в плане стабильности вообще. Больше про этот дистрибутив рассказывать не могу, потому что это такой лагодом, что это просто капец. Вот такие у нас были прекрасные дистрибутивы. Дистрибутивы были очень производительными, красивыми и сногсшибательными. Однако так совпало, что на компьютере мне не хватает места, и я решил удалить все образы этих дистрибутивов с своего компьютера. Вот как-то так. Пожалуй, хватит на сегодня кринжа, я уже не могу. А на этом всё. Если тебе понравился этот ролик, ставь лайк. Также можешь подписаться на мой канал, если хочешь поддержать моё творчество. Спасибо за внимание и до новых встреч.